С вами Рик Реннер. Сегодня я в Иерусалиме, в северо-западной части Храмовой горы, где была возведена крепость Антония, в конечном итоге ставшая резиденцией Понтия Пилата. Иисуса привели на это место, чтобы осудить и казнить. Но Пилат не хотел осуждать его по обвинениям. Более того, допросив Иисуса, как говорится в Библии, Пилат заявил, «Я не нахожу в нем никакой вины. Этот человек не совершил никакого преступления». Но в разговоре с Иисусом Пилат узнал, что тот из Галилеи. И, услышав это, Пилат воскликнул, «Отлично! Раз он из Галилеи, я не обязан им заниматься. Это территория Ирода. Отправлю Иисуса к Ироду», — решило. А Ирод на те дни приехал в Иерусалим и жил в своем большом дворце в другом районе города. Пилат решил отправить Иисуса туда. Как решил, так и поступил. Ирод обошелся с Иисусом отвратительно. Охранники Ирода избили Иисуса, насмехались над Ним. А когда закончили свое дело, заявили, «Нам он не нужен, пошлем его обратно, через весь город, в эту самую крепость к Пилату». Пилат вновь оказался перед выбором. Он допросил Иисуса повторно и заключил следующее. Лука, глава 23, стих 20. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали, «Распни, распни его». Стих 22. Он в третий раз сказал им, «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем. И так, наказав его, отпущу». Стих 23. «Но они продолжали, с великим криком, требовав, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их». И Иисус был осужден, будучи невиновным. Поразительно. Судя по всему, будущее Иисуса предопределено. Изменений не будет. Все потому, что по воле Отца Он должен зайти на крест и умереть, как жертвенный агнет за грехи человечества, за вас, за наших друзей и родственников. Иисус умер за них, за всех нас. Избежать такого будущего было невозможно, ведь по воле Отца Ему приготовлен крест. Слава Богу, Иисус согласился. Он пошел на крест. И сегодня мы с вами знаем Его, и мы прощены. Сегодня мы продолжаем пасхальную историю. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реммером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я надеюсь, этот цикл доставляет вам удовольствие. Мне очень нравится глубоко изучать Евангелие и узнавать, кто и как судил Иисуса перед распятием. Сегодня мы возвращаемся к резиденции Ирода. Затем перейдем ко дворцу Пилата и скажем о том, что было с Иисусом, когда его вернули к Пилату. Когда у вас возникают молитвенные просьбы, сообщайте нам. И мы с удовольствием за вас помолимся. Многие не знают, кого попросить, чтобы за них помолились, а это очень важно. Нам всегда нужен кто-то, с кем можно помолиться. Если у вас нет такого человека, кому можно довериться, свяжитесь с нами, мы готовы помочь. Мы верим в силу молитвы, непрестанно молимся и с готовностью поддержим вас в молитве, в чем бы вы ни нуждались. А когда свяжетесь с нами, пожалуйста, поделитесь своим мнением об этих передачах и о том, что вы узнаете. Для меня это очень важно. Мы предлагаем вам новый аудиоцикл «Неизвестные факты пасхальных дней. Смерть, погребение, воскресение Иисуса Христа». И если на чистоту, почему я назвал цикл «Неизвестные факты» — они были неизвестны мне. Каждый год на Пасху я слышал одну и ту же проповедь, прекрасную проповедь, за которую я правда благодарен. Но с возрастом все чаще думал, а в этой истории есть что-нибудь еще, кроме сказанного? Я начал изучать Евангелие, и то, что обнаружил, меня изумило. Пасхальная история зазвучала для меня совершенно по-новому. И все мои находки в данном аудиоцикле из 25 частей, основанных на этих передачах. К ним прилагается замечательное учебное пособие, изумительное. В нем есть все греческие слова, определения, истины, принципы, и, что важно, вопросы для размышления. Пособие полезно и для личного духовного роста, и для наставничества. Я надеюсь, вы кого-то наставляете. Вам нужно вкладываться в кого-то, и я предлагаю вам удобный способ для этого. Или, если у вас домашняя группа, это пособие будет идеальным для формата домашней группы. Скачайте цикл уже сегодня. Также настоятельно рекомендую скачать ознакомительную версию моей книги. Не потому, что я ее написал, а потому, что ее содержание просто потрясающее. Называется «Заплачено сполна. Важнейшие истинные факты христовых страданий». В этой книге сокровища из Евангелия о событиях вокруг смерти, погребения и воскресения Иисуса. Эта книга невероятно углубит вашу веру. В этом я не сомневаюсь. А сейчас мы продолжим с того места, где завершили прошлую передачу. Во дворце Ирода, где Иисус оказался перед Иродом Антипой. Прочтем Луки, глава 23, стих 11. В Луки 23, 11 говорится. «Но Ирод со своими воинами, уничижив его...» Мы выяснили, что слово «воины» в греческом «стратиома» указывает на личных телохранителей Ирода. Напомню, Ирод был царем, имел прекрасное образование и прекрасно понимал, как вести себя. Его охранники, образованные и подготовленные, также хорошо вооруженные. Но в определенный момент эти образованные и приличные люди начали вести себя словно животные. Библия говорит, что они уничижили Иисуса. В греческом использовано слово «эксутенео». Глагол «эксутенео» — «уничижать» — обычно означает «разрушать что-то». Например, разрушать какое-то здание, разрушать, сносить, сравнивать с землей, разрушать до самого основания, чтобы нельзя было восстановить. Вот что означает слово, использованное здесь в значении «уничижать Иисуса». Они старались словесно уничтожить Иисуса. Не знаю, случалось ли вам испытывать на себе вред от словесного издевательства, когда обидчик стремится раздавить вас своими словами. Вот что Ирод и воины делали с Иисусом. А также слово «эксутенео» означает «лишать человеческого достоинства». Если бы мы оказались в ту ночь рядом с Иисусом, мы бы услышали, как Ирод и его воины говорят Иисусу «Да и ничтожество». Они хотели унизить Его. Это слово означает «третировать», «принижать значимость», «презирать», «пренебрегать», «относиться к кому-то со злостью и презрением». Учитывая, что к этому времени Иисус уже пережил страшное надругательство от рук солдат, стороживших Его перед появлением у Понтия Пилата, Он испытал на себе ужасное словесное издевательство от солдат и религиозных вождей. Они обругали Его, как могли. А теперь Он стоит во дворце Ирода, где все это повторяется. Словно настоящего там Иисуса, обрушился весь ад с Его бесами, кричали, визжали, унижали Иисуса словами, пытаясь уничтожить Его. Вот что в Библии означает слово «уничижали Его». И это не все. Библия говорит, что Ирод, царь, знавший, как себя вести, а также его охрана, образованный и обученный мужчина, знавший, что значит вести себя культурно, насмехались над Ним. В греческом «эмпайдзо». Глагол «эмпайдзо», как мы сказали, означает «играть в игры». Это слово часто указывало на детские игры, на игрище, в утеху зрителям, когда объект игры выставлялся в глупом виде, гротескной форме. Данное слово могло указывать на шарады, игры, когда человека дразнили, смеялись над ним, потешались, выставляли человека в глупом, гротескном виде. Люди опустились до уровня животного поведения. Сочетаю прямо из своих заметок. Ирот Антипа, образованный, культурный и утонченный человек, его охранники, должны были показывать пример приличия, но внезапно погрузились в разврат, устроив целое представление по унижению Иисуса и людей, которым он служил. Они играли в исцеление больных, падали на пол, трясли, словно освобожденные от бесов, ходили на ощупь, словно слепые, а затем притворялись, будто внезапно прозрели. Шарады, чтобы унижать и высмеивать Иисуса. Все это ужасное поведение было направлено против Божьего Сына. Вот так. Лука 23.11 гласит, мы повторим, Ирот со своими воинами, уничижив его, и, насмеявшись над ним, что сделали дальше? Одели его в светлую одежду. Глагол «одели» в греческом «перибало» означает «накинуть или набросить ткань», как накидывают покрывало на плечи. Фраза «светлая одежда» в греческом указывает на одежду, сотканную с кричащих, многоцветных, дорогостоящих тканей, вероятно, одежду царя или значимого политика. И затем, одев Иисуса в эту роскошную одежду, его отправили к Пилату. От Христа избавились, сказав, «Он нам не нужен». Законных обвинений против него не было, но им очень не понравилось, что Иисус отказался совершать для них чудо на заказ. Иисус не соответствовал их ожиданиям. Не сделал то, чего они хотели. И когда Иисус не удовлетворил их требования, они обрушили на Него весь свой яд, весь свой гнев. Закончив с Иисусом, они отправили Его обратно к Пилату. И на Пилата вновь свалился груз ответственности. Пилат попал в переделку. Ему казалось, что он нашел лазейку, отправив Иисуса. Но вот Иисус вновь стоит перед ним. Иисус снова здесь. И он стоит, одетый в роскошную одежду, на Иисусе, одеяния царя или политика. Отправляя Иисуса назад, Пилату Ирон одел Иисуса в царскую одежду, по-своему заявляя, «Это не царь. Это лишь очередной самозванец, который претендует на какой-то пост». Он так высмеял Иисуса, отправив Его обратно к Пилату. По возвращении Иисуса во дворец к Пилату, Пилат вновь собрал всех религиозных вождей, и вся религиозная знать собралась в крепости Антония, которая стала резиденцией Пилата в Иерусалиме. И в Луки, 23 главе, стихах с 14 по 16, Пилат говорит религиозным вождям следующие слова. Послушайте. «Вы привели ко мне человека сего, как разращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего, виновным ни в чем, в чем вы его обвиняете. И Ирод также». То есть, Пилат говорит, «Я не нахожу за этим человеком никаких нарушений. Я отправлял его к Ироду. Ирод с ним говорил, допросил его. И Ирод не нашел за ним никаких нарушений, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так, наказав его, отпущу». Но в Библии говорится, что Пилат исследовал его. Исследовал. Глагол исследовал в греческом «анокрино». Означает «тщательно исследовать», «внимательно рассматривать», «представлять суду». Внимание. Пилат считался главным судьей региона. Чиновника выше Пилата в судопроизводстве не было. Пилат знал римские законы и следил за тем, чтобы римские законы исполнялись. С юридической точки зрения, Пилат не обнаружил за Иисусом ни единого правонарушения, достойного смерти. Ни одного преступления. Чисто по римскому законодательству Иисус был невиновен. Точка. Для большей солидности Пилат подтвердил свое решение заявлением. «Ирод пришел к такому же заключению, что и я, этот человек, не совершил ни единого преступления». Вот, что заявляет высший представитель судебной власти в этом регионе. «Этот человек не проходит ни по одному вашему обвинению против него. Я не нашел в нем никакой вины». Слово «вина» означает состав преступления. То есть состава преступления не было. А они требовали его казнить. И Пилат спросил, почему? Почему вы требуете его казнить? Человек не сделал никакого зла. И так же считает Ирод. Но религиозные вожди были непреклонны в желании пролить кровь Иисуса. Тогда, в попытке угодить им, Пилат говорит, «Хотите его крови? Если хотите, увидите его кровь, я прикажу его высечь». Это слово «фрагелло» означает «пороть, бичевать». Наказание плетьми. Ужасное наказание. И мы поговорим о том, что такое бичевание. В следующей передаче. Они требовали крови. И Пилат сказал, «Я не хочу его убивать, хотите крови? Прикажу его высечь плетьми. Фрагелло, бичевать. Будет вам кровь, но убивать не стану». В то время существовало обычае из уважения к людям отпускать на Пасху одного заключенного. Каждый год на Пасху весь Иерусалим с нетерпением ждал, кого выпустят из тюрьмы. И когда Пилат сказал, что «Я прикажу его высечь и затем отпущу», религиозные вожди начали кричать и вопить. Лука, глава 23, стихи 18-19. Они кричали «Смерть ему!» Ему, это Иисусу. «Отпусти нам Вараву!» «Отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Кто же такой Варава? Кто этот Варава, которого просили отпустить взамен Иисуса? Убить Иисуса, распять Иисуса. В эту пору ты должен отпустить. Ты всегда отпускаешь. Не отпускай Иисуса. «Смерть ему!» «Отпусти нам Вараву вместо Христа». Кто такой Варава? Что ж, в этом стихе о Вараве говорится достаточно. Библия говорит, что он был обвинен в возмущении. Это значит, что он бунтарь, задира, виновный в возмущении в Иерусалиме. А что значит «возмущение»? Слово «возмущение» в греческом «стасис» означает «особо тяжкое преступление». преднамеренная попытка свергнуть правительство. «Устранить голову». Возможно, он хотел убить Понтия Пилата. Этот Варава хотел убить Пилата. Он пытался устроить покушение на главу местного правительства. А это был Понтий Пилат. И, кстати, покушение было одним из обвинений против Иисуса. Как было заявлено, Иисус называл Себя Царем Иудейским. За что от него и хотели избавиться. То есть смерти Иисусу, отдай нам того, кто совершил настоящее преступление. Отдай настоящего преступника. Отпусти преступника. Поразительно. Далее Библия говорит, что был осужден за убийство. Убийство в греческом слове «фонос». И вот его значение. Слово «фонос» означает предумышленное убийство. Преднамеренное лишение жизни. Спланированная расправа. Заранее продуманная резня. Варава — террорист, разбойник. Он пытался свергнуть правительство. Покушался на главу местного правительства, возможно, на самого Понтия Пилата. Варава был осужден за преднамеренное убийство. Предумышленное лишение жизни. Спланированную расправу. Рассчитанную резню. Варава — уголовник. Он уголовник. Он был настолько опасен, что его, как написано в Библии, посадили в тюрьму. А фактически буквально это означает, «его бросили за решетку». Слово «посадили» в греческом «бала» означает «швырять». Его решительно бросили за решетку. Настолько он был опасным, коварным. Это был настоящий местный террорист. Под словом «тюрьма» в этом стихе имеется в виду греческое «фулаки». Римская тюрьма — место лишения свободы, хуже и страшнее которого не было больше нигде на всей земле. Варава был настолько опасен, что его бросили, швырнули именно туда. Как только поймали, сразу бросили за решетку. Настолько опасным преступником он был. Он пытался убить главу правительства, учинить резню. Он был опасен во всех отношениях и виновен в особо тяжком преступлении. И такого человека они хотели отпустить. Если уж кого-то отпускать, то не Иисуса, смерть Иисусу. «Выпусти вараву», — требовали они. Возможно, местному населению варава нравился. Он пытался свергнуть римскую власть, которую они ненавидели. «Отпусти нам вараву», — кричали они. «Он местный герой». И в Евангелии от Луки, главе 23, стихах 20 и 21, читаем. «Пилат, желая отпустить Иисуса». Представляете? Слово «желая» означает «искренне желая», «стремясь». Пилат очень хотел отпустить Иисуса. Снова возвысил голос. Но они кричали «распни, распни его». Буквально можно прочесть. Пилат сильно желал, жаждал, стремился освободить Иисуса. Но они начали кричать. В азапиле, в греческом «эпифанео», где «эпи» означает «над», «фанео» — «голос», «громкий голос». Целиком слово «эпифанео» означает «восклицать», «кричать», «вопить», «визжать», даже «орать». Грамматическая форма указывает на громкий, истерический и пронзительный вопль. Бесконтрольный крик, безостановочный крик в греческом. Без умолку, что есть мочи. Они вопили и кричали «смерть ему», «смерть ему», «распни его», «распни этого Иисуса». И по словам Луки, они также говорили, в греческом «легантес». Грамматическая форма указывает на бесконечную просьбу, требование, мольбу. Они все это говорили без остановки. И, наконец, в Луки 23, стихи 22 и 23, Пилат произнес, «Почему? Какое же зло сделал он?» Иисус был невиновен. «Я ничего достойного смерти не нашел в нем. Итак, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. Праза они продолжали с великим криком. Продолжали в греческом «эпи-кеймай», где «эпи» означает «на», «кеймай» — «сваливать». А целиком слово «эпи-кеймай» означает «нагружать», «наваливать». Они навалились на Пилата, нагружая его своими голосами, удушая его своими обвинениями, требованиями. И, наконец, чтобы получить то, чего они хотели, Иоанна 19, 12 добавляет, что они завопили на Пилата. «Если отпустишь его, то ты не друг к кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник к кесарю». Ясно, что это обвинение звучало в адресе Иисуса. И Иисус называл себя царем, «Якобы соперником императора. Если отпустишь его, то ты не друг к кесарю», — сказали они. Что ж, если Пилат его отпустит, он сам будет наказан. До Рима долетят вести о том, что он отпустил на свободу соперника царя. Рим сочтет это госизменой, и самого Пилата либо сошлют, либо казнят за нелояльность императору. Пилат не хотел казнить Иисуса до тех пор, пока не понял, что рискует своей карьерой. И в Матфея, глава 27, стих 24, написано, «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды, умыл руки свои перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы». Пилат умыл руки, и этим вновь показал, «Я не виновен, то, что я делаю, не на моей совести. Я не считаю этого человека виновным». И умыл руки. А Иисуса отдал религиозным вождям, сделав именно то, чего они хотели. И Иисуса начали сечь и бичевать, а затем повели на Голгофу, где он умер за меня и за вас. Наше время истекло, и сколько всего сказано. Я вернусь, и мы помолимся. От дворца Понтия Пилата и до самой Голгофы каждый свой шаг к распятию Иисус сделал, думая о вас. Библия говорит, что Иисус умер, чтобы заплатить сполна за наши грехи. В книге «Заплачено сполна» Рик Реннер подробно рассказывает о последних часах жизни Иисуса на земле. Из этой книги вы узнаете о естественных и сверхъестественных деталях встреч и разговорах на пути Иисуса Христа, от Гефсиманского сада до Голгофского креста. «Заплачено сполна» Это захватывающее повествование о любви и искуплении. Более глубокое и детальное, чем история, которую обычно рассказывают в воскресных школах. Скачайте ознакомительную версию книги «Заплачено сполна». Важнейшие истины и факты христовых страданий. Также вы можете скачать аудиосерию «Неизвестные факты пасхальных дней» «Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа». В этих 25 программах Рик Реннер рассказывает о самом известном событии в мировой истории и делится новыми фактами и размышлениями о том, что происходило в сердце Иисуса, какие душевные страдания Он испытывал в свои последние дни на земле. Скачайте на сайте ignc.org. Это поможет вам стать духовно сильнее, обрести ценные библейские и исторические знания. Вы по-новому познаете силу Голгофского Христа и план Божьего прощения. Воспользуйтесь нашим специальным предложением. Зайдите на наш сайт ignc.org и скачайте эти материалы уже сегодня. Меня зовут Джол Реннер. Я хочу сказать вам, что ваша поддержка служения «Благая Весть Онлайн» оказывает влияние на тысячи жизней. По всему миру люди стали жить дольше, и многие люди преклонного возраста остаются в полном одиночестве без всякой надежды. Быть забытым всеми просто ужасно. Никто не должен умирать в одиночестве. Но благодаря вашей финансовой поддержке у нас есть возможность помочь этим драгоценным людям. Пожертвования наших партнеров дают им надежду на новую жизнь и чувство сопричастности. Каждую неделю мы устраиваем концерты для людей преклонного возраста, а после концерта мы приглашаем их на изучение Библии, где рассказываем им о Христе. Благодаря таким мероприятиям тысячи людей на закате своей жизни приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И сегодня, если вы еще не являетесь нашим партнером, мы предлагаем вам стать им. С вашей поддержкой мы сможем повлиять на жизни еще многих других людей. Никто не должен умирать в одиночестве. Но что более важно, человек не должен умереть, не получив возможность узнать о Христе. Прямо сейчас, находясь у себя дома, вы можете стать нашим партнером и принять участие в судьбе этих людей. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт IGNC.org. Помогая нам, вы помогаете другим. Хочу сказать еще пару слов по этой теме. Матфея 27, стих 24. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Невиновен я в крови праведника сего». Смотрите вы. Во фразе «смятение» увеличивается. Слово «смятение» означает массовое возмущение, восстание, события или действия, ставшие причиной беспорядков, эмоции, вышедшие из-под контроля, общественный протест, сопровождаемый выкриками и истерическим боплем, волнение, приводящее к всеобщей панике и к нарушению общественного порядка. Всенародное возмущение. Римляне ненавидели протесты в обществе, были против них и всячески их пресекали. Увидев, что ситуация выходит из-под контроля, Пилат принял меры. Более того, мы прочли, смятение увеличивалось, увеличивалось в греческом «гиномай». Это что-то внезапное, неожиданное, то есть положение ухудшилось до такой степени, какой Пилат не ожидал. Он перестал контролировать ситуацию. А потеря контроля над ситуацией для Пилата — худший сценарий. И тогда он заявил, «Все, хватит». Взял сосуд с водой, умыл руки перед всеми. И Библия говорит, «Перед народом», где «перед» означает «всенародно», «на глазах у всего народа». Таким образом, Пилат сказал, «Я чист от вины за происходящее, я за это не отвечаю». И затем отдал Иисуса на бичевание, а после — на распятие. И Иисус принял все это ради вас и меня. Просто изумительно. На сегодня все. В следующий раз мы обсудим, что было дальше. Что такое римское бичевание. Спасибо за внимание. И Клисиаста 8.4. Где слово «Царя» там власть, и пусть сегодня в вашей жизни действует сила Божьего Слова. До следующей передачи. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране. А также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова